Сегодня 19 января 2021 года, на улице стоит уже полторы недели холодная погода, особо не разгуляешься, вот, и как бы были у меня в планах поездки в соседние города с Москвой, такие же прогулки, как я раньше снимал, но вот из-за погоды, к сожалению, пришлось это все отложить, ну, подождем пока, вроде как, в конце недели обещают потепление. Что я хотел сказать, в данный момент я еду по улице Тверская, буквально вот только что на нее выехал, и хотел с вами поделиться некоторыми событиями, которые произошли у меня. Буквально в конце декабря я заметил, что мой телефон стал греться больше, чем это было обычно, при зарядке, при использовании, и также батарея перестала держать заряд, то есть буквально мне его приходилось заряжать два раза в день. Вот. К первым числом января получилась такая ситуация, что у меня вздулась батарея в телефоне. Отстопырилась задняя крышка, она пластиковая, она приклеена, соответственно, там торчали вот эти все вот злопли из клея. Заряд он совсем перестал держать, буквально, ну, зарядив его до 100%, можно было им пользоваться, ну, не более двух часов. Он просто... просто на глазах она просто таяла. Естественно, с каждым таким днем использования батарейка все больше и больше раздувалась, отстопыривая заднюю крышку. Ну, и грелась она уже совсем не по-детски, то есть буквально через пять минут разговора по телефону, он просто был вот прям уже вот не сильно горячий, ну, реально уже прям вот погранично прям уже просто. Я уже боялся им пользоваться. Я был на тот момент в отъезде в Нижнем Новгороде, и поскольку случилась такая ситуация, телефон-то мне нужен, по сути, ну, как бы, я его постоянно использую, так же, как и все. Вот. И получилась такая ситуация, что мне пришлось закончить свою вот эту вот поездку на два дня раньше, для того, чтобы поехать и сдать этот телефон на ремонт. Я сначала думал, то, что отдам его в какую-нибудь другую компанию, пусть они быстренько поменяют батарейку, и все будет работать нормально. Но есть одно НО. Я купил телефон два с половиной месяца назад, вот как раз вот с того впечатления, ну, сейчас уже три месяца, да, как бы. Фактически телефон новый, ё-моё, что тут скажешь. В общем, мне тот же самый вот ремонтник, который, когда узнал, что телефон-то новый, он мне сказал, не надо так делать, не надо тратить лишние деньги, телефон на гарантии, приезжай туда, куда, где ты его купил. Я его купил в Вальдорадо. В общем, приехал я, в общем, сюда, в Москву. Пришел в магазин тут же, показал, рассказал. И тут началась такая катавасия, что да, мы у вас его берем на ремонт. Я говорю, ребят, какой тут ремонт. Ты говорю, посмотри вообще, у меня крышка уже конкретно, она прям отклеилась уже, все, и с одной, с другой стороны, прям она прям, ну, прям, раздулся, как, я не знаю, пирожок, ё-моё. Я, и он мне начал там вариант, а вдруг ты его там в воду опустил, а вдруг ты его уронил. Ну, в общем, я его в воду не опускал, а падение телефона не влияет на работу батарейки. Да и тем более, в последние там какие-то времена он у меня и не падал, собственно. Что я, в принципе, достаточно беджем отношусь. В общем, что мне рисует сотрудник магазина Эльдорадо. Он являлся заместителем директора этого магазина. Он говорит, мы у тебя принимаем этот телефон, но дать тебе ничего взамен не можем. У нас нету подменного фонда. Я говорю, ребят, а как так-то? Я говорю, у меня же по закону написано, что вы обязаны мне предоставить подменный телефон. Я говорю, мне что сейчас делать? Бежать новый телефон себе покупать? Ну, я вас понимаю, я вас понимаю. Я говорю, ты меня не понимаешь. Ты вообще меня не понимаешь. Это уже не у тебя, а телефон сломался. В общем, короче, произошла такая ситуация, что я все равно телефон сдал. Ремонт может длиться до 45 дней. Сдал я его 4-го числа. Сегодня 19-е. Фактически прошло уже 15 дней. Подменного телефона мне никто не дал. Я написал там заявление, которое рассматривать в течение 3-х дней. После его рассмотрения, если мне никто ничего не представляет, никакого подменного телефона, то мне должны выдать что-то вроде штрафные санкции или, я не знаю, пение, как это назвать. Я не знаю, в общем, 1% за каждый день нахождение моего телефона в ремонте. В общем, что сказать. Если я раньше был разочарован, именно в Альдорадо в целом, я был разочарован именно в том, как они относятся к своим сотрудникам, ну, такие вот дела, да, то сейчас я, в принципе, понял их и полное отношение к своим клиентам. Я, кстати, не являюсь таким вот, знаете, клиентом, который там, я не знаю, раз в 5 лет там что-то у них купил. Фактически я у них вот, получается, покупал пару смартфонов я у них покупал, пару телевизоров, 3 МФУ я у них покупал, принтер покупал, до этого, что я у них еще, 2 ноутбука я у них покупал. То есть, понимаете, я, в принципе, не являюсь таким супер клиентом, да, который каждый день у них что-то покупал. Да и никто и не покупает телевизоры каждый день, да, то есть, но тем не менее, я у них достаточно много чего покупал. Но учитывая вот все эти обстоятельства и то, как они вот как бы относятся вообще, в принципе, к клиентам своим, вот, думаю, что это последняя была покупка, которую я у них совершил. И, кстати, когда я это, я ему сказал об этом, то, что, типа, я к вам больше не ногой просто в ваш гребаный магазин, я говорю, и это не относится именно к вашему магазину, я говорю, вообще, в принципе, в Эльдорадо я больше не ногой, я у вас не шершаю, больше ничего не куплю. Он так еще хитро так смотрел на меня, улыбался, я говорю, а что ты думаешь, я нигде ничего не могу купить? Да, пожалуйста, е-мое. Телефоны, планшеты, фитнес-браслеты, умные часы, всякие провода, там, я не знаю, всякие эти кожуры на телефоны, да, пожалуйста, вы можете купить в МТСах, Билайнах, Мегаконах, связной, там еще что, что там еще есть? Теледва еще есть, пожалуйста, все вы это можете там купить. Если нужно что-то побольше, пожалуйста, зайдите в ДНС, там продают принтеры, там продают компьютеры, телефоны, все-все-все опять то же самое, все опять продают. То есть, в принципе, я куплю у них, то есть, я свои деньги, которые я зарабатываю, я принесу к ним. Да, тут пробочка образовалась, собственно, стоим перед выездом на Бульварное кольцо. Вот, ну, фактически, центр Москвы. Что я, собственно, по этому всему думаю? Ну, то есть, Эльдорадо меня разочаровал уже в очередной раз. И фактически он разочаровал меня со всех сторон. То есть, я никому не рекомендую устраиваться в эту компанию, работать. И я вообще, в принципе, никому не рекомендую у них что-то покупать, потому что вы попадете на какой-то бракованный товар, и вам его просто-напросто даже не смогут ни заменить, ни подменить, ни шиша. Вы будете бегать. Хорошо, у меня была возможность купить, пойти себе новый телефон. Понимаете? Но я как бы не согласен выкладывать раз, там, в два, в три месяца по 20 тысяч, чтобы покупать себе телефон. Ну, в общем, мое такое мнение по этому делу. Ну и далее, что я хотел рассказать. Ребенку купил пистолет, который стреляет пистонами. Ну, не стреляет, а шумит пистонами, да? То есть, такой дымок там идет, вот это все дело. Купил я его уже в магазине «Детский мир». То есть, ну, ребенку подарили на Новый год, да, соответственно, он заправляет эти пистоны туда внутрь, пробует стрелять, и он не стреляет. То есть, я потом там туда-сюда, в общем, ничего не стреляет, в общем, пистолет тоже был бракованный. Я с течением таких обстоятельств, ну, как бы не очень так согласен, да? То есть, телефон бракованный, пистолет игрушечный, вот этот вот бракованный. Ну, это, как бы, знаете, такое себе вот удовольствие. В общем, короче, я пошел тоже в магазин, я показал, я рассказал. Тетка тоже такая мне говорит, ну, я не знаю, что вы хотите, возврат. Я говорю, ну, какой возврат? Я говорю, ребенку, ну, как бы, обещал, подарил вот такой пистолет. Я говорю, мне нужен другой пистолет, я говорю, просто работающий. Вот. Она говорит, ну, иди идти, посмотри. Я пришел, там таких же пистолетов уже не было, там были, ну, немного другие. В общем говоря, я там из этого ворота всего выбрал, то, что более-менее мне понравилось, хотя вот тот первый мне больше понравился. Вот, собственно, пришел на кассу, тоже стою, она мне там ля-ля-ля-ля, я говорю, слушайте, ну, это вообще, как бы, я говорю, я хочу его проверить. Она говорит, нет, типа, проверить у нас не удастся, потому что у нас нет вот этих вот пистонов проверочных, да, так скажем. Типа, покупай, а одна вот эта упаковка, там, около 100 выстрелов, она стоит 200 рублей. Я говорю, слушайте, а если он не работает, я говорю, что я буду делать? Ну, говорит, мы ничего не можем сделать. Короче, в итоге меня вынудили купить вот эти вот опять пистоны. Я, короче, уже стою, прям такой уже недовольный, я говорю, знаете, меня буквально вот вчера, да, у меня была ситуация с телефоном, я говорю, телефон стоит, ну, как бы 20 тысяч рублей, да, получается. И вы сейчас меня вот, ну, понятно, что сумма не такая, но сейчас меня пытаются нагреть еще на небольшую сумму. Ну, и, собственно, тетенька посочувствовала мне, сказала, не расстраивайтесь, я вам сейчас сделаю хорошую скидку. И сделала мне реально очень хорошую скидку. Я купил еще две упаковки пистонов, потому что те пистоны для первого пистолета, они были на 12 вот этих вот выстрелов, а этот новый пистолет на 8, то есть фактически мне пришлось еще две упаковки купить, они также по 200 рублей стоили, соответственно. И сам пистолет, ну, и пистолет стоил 1150. В общем, она мне сделала скидку 50%, то есть я заплатил там 770 рублей, что, в принципе, неплохо. Деньги, естественно, за тот бракованный пистолет мне вернулись. Но пистоны 12, ну, никто, соответственно, не вернет, там типа по закону, там нельзя туда-сюда, ля-ля-ля-то, поля. Ну, понимаете, ну, это не моя вина, я вообще ни в чем не виноват. В этом плане я, конечно, недоволен. Но в целом то, что тетка отнеслась ко мне с пониманием и сделала мне большую скидку, здесь, конечно, не поспорим. Ну, вот я уже выехал из своей маленькой пробочки, уже выехал на Бульварное кольцо, и мы встали перед цветопором. Собственно, хотел рассказать еще свое личное мнение касаемо ситуации, которая происходит у нас с Навальным. В принципе, я на политические темы не очень хочу высказываться, но тот цирк, который там происходит, ну, просто хотелось бы его прокомментировать, высказать свое все-таки мнение, да. То есть я там сидел в Ютубе и случайно напоролся на стрим, прямой эфир, где показывали, как вот он летел, там туда-сюда. И все это я видел, как самолет отправили из Внукова в Шереметьево, то, что там сказали, что там что-то шасси у кого-то там подломилось, там, я не знаю. Понятно, что это бред сивой кобылы, никакое нафиг шасси там ни у кого не подломилось. То есть, в принципе, активисты, да, которые за Навального, они присутствовали в здании аэропорта, и, как бы, все подумали, что помешают они его задержанию. То есть, фактически, вот что произошло. Что непонятно, то есть тут, получается, из-за одного человека, да, то есть в этом самолете летело много журналюк, которые летели прям с целью вот на Навального. Но там были и люди, которые просто летели домой. Дети там были, говорят. Вот, вы понимаете, вот этот вот абсурд. То есть, они согласовали на каком-то уровне вот эту вот ситуацию, да. То есть, я в шоке, на самом деле, от этой ситуации. То есть, после того, как он приземлился, да, он там дал какое-то маленькое интервью, там, коротенькое, вот, потом он стал проходить паспортный контроль, и тут его задерживают. Тут я опять, я опять в шоке был. Да как так-то вообще? То есть, его просто задерживают, и все. И ему говорят, нет, мы вас не задерживаем, мы просто вас приглашаем. Куда ты нафиг нас приглашаешь? Куда ты их приглашаешь? Ты что, на чай приглашаешь? Ты же, блин, вижу, понятно, что ты задерживаешь. И они, самый главный статус того, что он задержан, они сразу не выявляют. При этом, нарушают, опять же, права в плане того, что они запрещают проследовать адвокату вместе с ним. Это, блин, это нарушение прав. Мое мнение, те ребята, которые принимали, они некомпетентны. Фактически, они должны покинуть, блин, службу. И, я не знаю, идти, блин, улицы, мести. Ну, я плавненько подъехал прямо к Красной площади. Я сейчас проеду прямо по кусочку Красной площади. То есть, ну, вот на камере видно. То есть, я сейчас прямо еду по вот этой вот брусчатке. Вот храм Василия Блаженного. Ну, то есть, все как положено. То есть, здесь можно, здесь. Вот. Собственно говоря, возвращаемся к капальному. Что же меня, в принципе, вот, как бы, ну, не пора, да? Это нарушение конкретно прав человека. То есть, он вернулся к себе домой, его тут же арестовывают, содержат. Ему не дают общаться с адвокатом. Ему фактически нарушают все права. Вот. Далее, что у нас происходит? То есть, он до утра сидит в Иваси, да? Вот в этом вот его маринуют. Собственно, вот здесь, кстати, мост. Здесь Немцова, кстати, вот убили вот на этом мосту. С правой стороны тут как-то, в общем-то, все, наверное, убрали. Сейчас уже здесь цветы лежали, все такое. Ну, ладно. Не об этом я. В общем, что? Что произошло-то конкретно? Его отправили мариноваться в Иваси. Он просидел там до утра. Это, опять же, нарушение прав человека. Ё-моё! Потом они вдруг быстро организовали судилище, потому что по-другому это никак не назвать. Вечером приехал выездной суд. Его судили. Его арестовали на 30 суток. Он уже сидит в этой... Где он там? В матросской тишине, что ли, там я... Что-то такое. Глаза, я это все к чему вообще все рассказываю? Ребят, я это рассказываю все к тому, что... Ё-моё! Если у нас таким образом поступают по закону, хотя это с законом, то не назвать, если так поступают, да? То есть я, выйдя на улицу за булкой хлеба и проходя мимо, например, митингующих, разговаривая по телефону о своих каких-то личных делах, меня могут принять за координатора, меня могут принять за митингующего, мне могут все что угодно впарить, и я поеду отдыхать к хозяину на дачу на три года. Как вам такая тема? Вот чем я недоволен. А вообще, в целом, я не являюсь каким-то приверженцем движения Навального, да? То есть, да, я смотрел его некоторые видео, где он разоблачает чиновников, журналистку, там еще что-то. В общем, я смотрел, да, эти видео. И самое интересное, знаете, что я уверен, что это правда. Это же реально правда. Вот что вот на самом деле вот в этом плане и возмущает. То, что... Беззаконие. Ну, а я выехал на Кремлевскую набережную. Собственно, сама стена находится справа от меня, слева находится Москва-река. Так, ну, по ситуации с Навальным я высказался. Это мое мнение. Я понимаю, что это мнение могут кто-то протестовать, да, сказать там, что да ты че, да он там, вот он там, он там. Блин, в данном случае, хоть что бы он там, нарушили все права, закон нарушили. И всем на это очкать. И никто ничего не может, самое главное, сделать. Ну, как нельзя. И потом все будут удивляться, а че это нам какая-то страна там, да, вводит новые санкции. Да вот почему, ё-моё. Потому что у нас не соблюдает ни хера никаких прав. Ладно, не хочу больше об этом говорить. Ну, и последнее, о чем я хотел немножко поговорить, это касаемо выездов за границу. Потому что мы достаточно часто куда-то ездим. Вот. В конце декабря хотели подать, податься на визу, на шенгенскую, на греческую, да. То есть у нас ничего не получилось, мы нарвались на агентство. Это прям случайно прям получилось. Которая сказала, что типа да, они сделают, ну, там, заявление туда-сюда, ля-ля-ля-ля, и стоить будет это 15 тысяч. Я такой, я не понял, за что 15 тысяч, если там консульский сбор, 35 евро, и всё. Ну, плюс там визовый центр там берёт что-то. А у них вот такой вот визовый центр. У них оказалось, что консульский сбор 60 евро, плюс ещё они что-то там сверху ещё берут. И я там, в общем, посчитал, там, в общем, получается такая ситуация, что 6 тысяч это вроде как бы вот на визу, на визовый сбор, там, туда-сюда. А 9 тысяч это на курьера. Чему я был возмущён? Я тётеньке задал прям прямой вопрос. А чё это такое происходит вообще? То есть вы прям в наглую просто пытаетесь меня обмануть, что ли? Вот. И она, она спокойно такая говорит. Кстати, вот впереди храм Христа Спасителя. То есть человек пытается обмануть, это вообще просто, я не понимаю, ну как так-то, а? Ну почему? В общем, ладно. Естественно, мы не стали пользоваться услугами этого мошеннического центра. Мы плюнули. Потом я, в общем, пришёл, стал собираться, я нашёл реальный телефон нормального визового центра. Мне девушка, которая там на том конце провода, она мне всё объяснила, всё разнесила, что к чему и она сказала, что до конца новогодних праздников невозможно записаться на собеседование. И так оно и было. Но в итоге потом, когда я взвесил все за и против первые пару дней после Нового года, там первое и второе число, я для себя принял решение, что в принципе, вот учитывая все обстоятельства, ограничения туда-сюда, слишком уж это нерационально дорого выходит, поездка в эту Грецию, да? Ну, правда, она нерациональна. То есть, я могу сказать, в чём это заключается. Ну, во-первых, перед тем, как прилететь в Грецию, нужно было сделать тесты на ковид. На двоих эти тесты обошлись бы в 5,5 тысяч рублей. Далее. Стоимость билетов. На двоих билеты вышли бы чуть больше 20 тысяч рублей. И это ещё, знаете, это сам. Там дешёвые какие-то билеты, типа того. Там так-то... А, стоп, подождите. Вру, 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 вру. Билеты на двоих, туда и обратно, обходились в 41 тысячу рублей. 21 тысяча рублей, это другая сумма, которая в голове у меня заела. 41 тысяча рублей, это самые дешёвые билеты. Ну, а нормальные билеты, которые там можно с собой, чемоданчик там прихватить, там ещё что-то, они стоили 45 там с копейками. Это туда и обратно. На двоих. Вот. Далее, соответственно, гостиница. Ну, гостиницу там номер можно было снять, там, я не знаю, не сильно дорогой, там, ну, фиг бы с ним, там 15-20 тысяч. Реально там можно было найти вполне себе приемлемое жильё. Вот. Плюс страховка на это время, там, ну, там порядка тысячи рублей. Вот. Плюс, вы когда туда прилетаете, вы обязаны ещё один тест сдать. Я уже не знаю, вот он платный или не платный. Вот если он платный, вот это будет сверху ещё наваливается, да. Далее, он, этот тест пока в обработке, то есть пока нет результатов, вы обязаны сидеть на территории отеля. То есть вы никуда не можете выйти. И меня это вообще просто, я такой думаю, да нафиг бы нужен такой отдых. Вот нафига он такой нужен? Ну, и, собственно говоря, мы отказались от этой идеи, чтобы поехать в Грецию, ну, и, соответственно, получить шенген. Хотя, честно скажу, от шенгена я бы не отказался. А вот поездка в Грецию в данных условиях, ну, как-то меня не особо устраивает. Вот. Но, конечно, хотелось бы поехать, можно и в другую страну, конечно, поехать. Ну, мы недавно были в Турции, но сейчас в Турции тоже там не так-то сладко. То есть, помимо того, что нужно везде таскать маску, но также нужно предоставить тест. И там, и сям, и сидеть дома пока тоже. И, в общем говоря, тоже всё это дело разочаровалось. Разочаровался, мы решили, на самом деле, уже немножко повременить с этими зарубежными поездками. И решили поездить пока вот по близлежащим городам. Вот, как я сказал вначале, городам, которые находятся вот недалеко от Москвы, так относительно недалеко. Вот. Ну, то есть, да, ну, вопрос тоже погоды. Погода пока не радует, но обещают в конце недели уже потепление. Вот. Ну, и, возможно, мы как раз-таки, может быть, сорвёмся, поедем, посмотрим какой-нибудь городок, снимем видео. Ну, вот такие вот, вот такие вот новости. И, по большей части, они, на самом деле, негативные. Ещё первый месяц, треть месяца прошла, фактически, да, и вот столько новостей уже негативных, да. Вот это вот немножко, вот, конечно, вот ни разу. Вот такая вот, вот такая вот байда.